анатолий здравствуйте рад приветствовать вас здравствуйте здравствуйте уважаемые слушатели здравствуйте юрий ну во первых с наступающим новым годом как настроение предновогодняя в европе как вы себя ощущаете настроение здесь конечно достаточно пессимистическое по той простой причине что но энергетический кризис надвигается и об этом здесь говорится достаточно много даже у нас энергетический кризис все его ждут и ждите еще худшего но то о чем не говорит в общем-то не за границами европы не в общем-то не обсуждается в наших государствах европейского союза и в швейцарии где я живу это такие проблемы как начинающаяся нехватка лекарств даже не то что эти лекарства стоят уже дорого в общем то когда у вас больные дети то в общем то отдашь все и заплатишь дело в том что в таких маленьких городах франции городах с францией среднего размера уже когда люди приходят за лекарства не спрашивают те самые снадоби которые они покупали в течение долгих лет без проблем им говорят им отвечают этого больше нет ждите мы его закажем для вас вот это особо особо не обсуждается средствами массовой информации в париже то есть когда крупные газеты об этом пишут нет как-то скользят по поверхности и забывают об этом однако когда я специально вот вступаю в дискуссии так сказать с политиками на местах с полицейскими с жандармами то есть жандарма во франции это и армия и полиция но они тут же выдают мне эти отчеты что нет лекарств для детей и тут же говорится когда например у аптекарей спрашивают ну почему же да что случилось собственно я думаю ну официальный ответ всегда это военная ситуация на украине ну подождите где франция а где украина абсолютно никакой те самые лекарства привычные для людей которые там ну я так понимаю речь о каких-то простых лекарствах идет они каких-то супер редких и сложных и нужны все-таки для иногда это я антибиотики для детей и вот такой ответ нет лекарств и ввиду того что ну здесь рассказывает некая некая медийная лавина здесь это этот военный кризис на украине то есть в общем то никто ничего не понимает что это такое то есть если вы спросите даже у какого-нибудь профессора французского университета если он не специалист по географии естественно где находится украина укажите на мою пожалуйста он даже не может не сможет это указать я вас уверяю вот что знаете как некое божество повелело и лекарств нет ну смотрите во первых у жандарма уже тоже есть дети начнем с того и они точно так же приходят в аптеку это как раз то то самое место в которое приходят все вне зависимости есть какая-то военная операция на украине либо нету тут а вот это сейчас такое общее место стало что все что происходит и может быть не нравится людям все потому что кризис на украине все потому что кризис на украине все потому что путин плохой просто выдаются такие знаете банальности вот и все это происходит от средств массовой информации то есть когда вы открываете крупнейшие газеты парижа берлина то же самое и до локальных новостей то есть есть некие некое некое дьявольское воплощение это те самые восточные славяне которые их лидеры которые придерживаются традиционных норм тем тех самых традиционных норм которых здесь в общем то которые здесь в общем то ну я приехал во францию около трех десятилетий назад они еще существовали в течение этих последних десятилетий их отменяют их стирают с усиленной скоростью вот и всегда вот нужен некий найти некого ответственного за то что происходило раньше но вот в конце двадцатого века этим тогда еще восточным славянином ответственным за все горести западной европы как минимум был избран господин слабо том милошевич вот но с ним благополучно разобрались и вот как я пишу в своей последней книге системный антибелый расизм теперь перебрались на перенесли центр внимания на более восточных славян и вот это ваше государство беларусь и российская федерация но это тупиковый путь на самом деле чем это все может закончиться но я думаю что этот кризис уже организовывается достаточно давно то есть вот я просто я думаю что многие представители не все естественно западного истеблишмента желают этого кризиса желают этого кризиса в первую очередь и для вас и для нас ведь все что происходит вокруг самой крупнейшей экономической проблемой которая преподносится как таковая на энергетический кризис это создается этот кризис создается в течение многих лет я вам не буду все ваши зрители естественно знают скандалы которые были устроены вокруг греты тумберг и всех финансовых потоков которые сопровождали каждое ее выступление но сейчас этот финансово энергетический кризис он направляется видно отсюда строго для того чтобы уничтожить подорвать не только экономику западных стран но и я бы сказал западную цивилизацию почему я так говорю да потому что для того чтобы была некая форма цивилизационного культурного ну если следовательно технического прогресса для северных государств необходимо энергия необходимо тепло все естественно знают что всегда культурный расцвет происходил во первых в государствах с южным климатом вокруг средиземного моря а потом в север также и в северных государств которые нашли возможность энергетически финансировать отапливать себя из и что самое главное даже разбазаривать свою энергию для того чтобы был имел место технический прогресс эти опыты нужно было технически нужно было делать нужно было производить нужно было претерпевать некоторые фиаско и все это всегда сопровождалось затратами энергии и как только северные государства германия чехия швеция естественно россия российская империя достигали возможности отапливать доставать энергию для этих изысканий тут же но с исторической точки зрения происходил технический прогресс цивилизационный взрыв на этой территории и сейчас что происходит что я могу констатировать это желание снизить энергичность энергетическое потребление на западе то есть просто когда государственным служащим их заставляют снижать температуру в их офисах то есть ходят эти держи морды по французским офисам и замеряют температуру больше там 19 градусов или меньше вот и это кстати гигантская война депрессии потому что когда вы приходите когда государственный служащий франции приходит свой офис с улицы где снегопад 10 дней назад здесь были снегопада в эльзасе в страсбурге в париже было очень холодно иногда менее 10 градусов по цельсию вот и приходишь свой офис и нельзя согреться то есть это чудовищные волны депрессии то есть люди не могут в течение своего рабочего дня просто даже согреться не могут даже дома согреться дорого тоже получается то есть они не могут даже принести свой собственный обогреватель и включить его потому что могут прийти проверить и будет конец вашей карьеры но дело даже в общем то не в этом дело в том что даже в частные фирмы заходят патрули во франции это уже так в которых патрули из политических деятелей и они замеряют температуру в частных офисах то есть даже когда вы можете вроде бы тратить вашу собственную энергию даже если это очень дорого то вам это запрещают и это я констатирую это как длительный цивилизационный регресс и вот пользуется естественно этим украинским кризисом для того чтобы снизить технический прогресс например в той же франции в той же германии если вы заинтересуетесь что делается производится ли там открытие в последние годы вы можете констатировать что это что возможность этого технического прогресса реальная снижается то есть уже узурпируются технические открытия в других странах просто покупаются эти мозги покупаются эти открытия и притягиваются во францию в германию скандинавию для того чтобы уже другие могли делать цивилизационный прогресс западных государств то есть можно уже констатировать некий антропологический на человеческом уровне регресс то есть мы вошли здесь на западе в определенную стадию когда не только на государственном но и на инстинктивном уровне элиты настаивают на том чтобы не было более такого мыслительного прогресса мы уже не можем больше делать технического прогресса мы его даже не хотим делать и в этом мне кажется наибольшая важность анатолий вот разъясните для меня принято считать ну такое есть распространенное мнение что та самая ну назовем это деиндустриализация европы которая вот сейчас происходит из-за того что дорогие энергоносители многие производства мы знаем большие серьезные как раз те которые и являются основными потребителями энергии по сравнению с которыми обогреватель в офисе это это ничто вынуждены закрываться релацироваться многие думают о том и а многие уже сделали это перемещают свои производства и бизнес соединенные штаты америки что более приемлемые условия но с точки зрения американцев им это безусловно выгодно то есть они наоборот занимаются индустриализации своей страны но вы говорите о европейских элитах которые в этом заинтересованы и вот здесь мне немножко непонятно а у них какой интерес в этом благодарю за этот вопрос мне кажется это очень важно ответить на него потому что тенденция о экспорте своей индустрии то есть отказ от индустриализации западного государства он начался в общем не сейчас эта тенденция началась в начале 21 века то есть следуя идеологическим причинам тут участие греты тумбер было чрезвычайно любопытно мы не хотим говорит западное государство мы не желаем больше проявлять свою мощь как цивилизации и мы ее высылаем как нашу индустрию от нас то есть когда я еще в конце нулевых годов проезжал вместе с французскими политиками традиционного толка я тогда преподавал в университете Ницце по Франции я видел как их здесь называют трупы заводов то есть стоят эти остовы гигантской индустрии которую создал которую создал французский народ во времена деколь то есть это четвертая и пятая республика и который построил на них всю в общем то французскую мощь то есть это были и поезда сверхскоростные и этот известный самолет конкорда и все французские автомобили если вы заинтересуетесь что происходило со всей этой индустрией еще в нулевые в десятые годы задолго до самой этой греты тумбер задолго до украинского кризиса вы поймете вы узнаете что их начали высылать их начали высылать с помощью государственных реформ финансовых реформ например для того чтобы задавить их налогами и естественно с помощью университетских реформ то есть когда перестали создавать французскую инженерию то есть быть инженером быть выпущенным французским инженером технарем инженером электриком инженером самолетостроителем стало просто что уже невыгодно то есть их давили налогами их им запрещали просто с помощью финансовых источников создавать рабочие места и одновременно финансировались финансировались такие государства как Турция как Азербайджан как Пакистан как Китай а после и Вьетнам для того чтобы у них создавать продолжить экспортировать к ним эту французскую я беру Францию но то же самое в Швеции то же самое в Германии французскую индустрию и это происходило по идеологическим причинам то есть был избран курс на самоубийство собственных государств и потом уже на психическое уничтожение подрастающих поколений потому что когда уже нет спроса то нет и преподавания этих технических предметов нет преподавания математики нет преподавания физики химии значит и нет логического мышления именно поэтому когда вы общаетесь с первокурсниками французских университетов вы даете себе отчет что они не могут ни высказывать своих мыслей ни выражать их на своем родном языке и это уже процесс отрицательной селекции и то что вот мы видим сейчас на этой идеологической форме которая здесь называется экологизм то есть зеленые движения они не занимаются очищением окружающей среды они не занимаются например очищением индийского океана который полностью загажен я однажды пересек индийский океан в течение двух или трех дней на корабле вы плывете прямо в центре загаженной воды то есть это отходы по размерам наверное в три или в четыре средиземного моря но для этого для того чтобы очистить все это нужно приложить конкретные усилия этой конкретики экологисты с троцкистскими идеологическими корнями они терпеть не могут вот и они являются и они сейчас являются в общем-то крупнейшими представителями идеологических течений и в правительстве Германии и в правительстве Франции и в правительстве Швеции и всех других скандинавских государств и единственная их цель это дезинстрализация западных государств это самоубийство это самоненависть как говорится по-немецки мы себя ненавидим как нации как цивилизации и мы ее планомерно уничтожаем сложно это понять конечно но почему вот скажите пожалуйста эти идеи эти идеи на ваш взгляд они родились изнутри они как-то внутри Европы родились или все-таки это все привнесенное пусть тихонечко аккуратненько не знаю теми же американцами может быть китайцами а может быть действительно рука Москвы ну почему бы и нет то есть это очень многоплановые движения то есть и естественно когда вы можете как иностранное государство со строгой логичной геополитикой если вы можете воспользоваться самоубийством своих партнеров которые являются вашими соперниками почему бы их не профинансировать то есть естественно финансировать этих экологистов было выгодно и Турецкой Республике и Российской Федерации и Китаю естественно то есть направить процесс национальной агонии своих экономических соперников в нужное русло почему бы и нет ваш вопрос о идеологических корнях именно он чрезвычайно интересует философов во что превратился например троцкизм то есть господина товарища Льва Троцкого убили вот произвели на него покушение в Мексике 20 августа 1940 года и вот в Северной Америке Троцкий это я просто даю вам один из примеров с его перманентной безграничной революцией которая не опирается на реальные базы марксизма ленинизма именно этот троцкизм стал некой формой идеологии именно он с начала сороковых годов влился как доминирующее течение в американские университеты и уже потом преображенный потому что там все менее изучали марксизм ленинизм то есть войну классов постоянное противоборство и троцкизм стал некой формой миссианства в университетах то есть будущая академическая элита Соединенных Штатов а потом посредством таких мыслителей как Мишель Фуко например то есть французская школа которые преподавали в университетах Соединенных Штатов Америки они были перенесены во Францию и уже отсюда из Парижа все это вся эта оптимистическая самоуничтожающая идеология разнеслась по Западной Европе ну не забудем тогда еще было противостояние Востока и Запада так называемый железный занавес а уже после того как был уничтожен Советский Союз и страны Варшавского договора все это пришло постепенно и к вам то есть можно вот свои недавно то есть вот смотрите а руку Москвы то мы все-таки нашли ну такой очень очень длинную через Мексику через Троцкого был выслан из Советского Союза в феврале 1929 года потом он приехал в Константинополь потом в Европу а потом все-таки ему дали пристанище в Мексике естественно и не нужно отрицать важность марксизма ленинизма здесь на Западе не забудем что в четвертой французской республике восторжествовала так сказать после второй мировой войны официально первой крупнейшей партией во французской парламенте была коммунистическая партия Франция та же ситуация была и в Италии но не забудем влияние сталинизма в те времена не только до 5 марта 1953 года до смерти Сталина но до 20 съезда партии сталинизм был главенствующей тенденцией в Европе и на Западе с точки зрения коммунистических течений и тогда многие представители западных элит оставаясь сталинистами скрывались например в социалистической партии многие говорили и писали даже в своих трудах я приверженец сталинизма но для моей карьеры лучше быть социалистом вот и потом влияние 20 съезда партии советского союза чрезвычайно важно сталинизм был дискредитирован и здесь в общем-то начиная с 1956 года троцкистская тенденция которая уже получила мощнейшее влияние в Соединенных Штатов Америки то есть с момента убийства Троцкого до 20 съезда партии это 16 лет она уже тогда отодвинула постепенно влияние сталинизма и пришел троцкизм умы которые были воспитаны традиционной системой образования которых еще могли воспитывать иезуиты которых могла воспитывать традиционная система образования той же 3 французской республики и уже они для получения реальной власти воспользовались этим троцкизмом они изменили его они изгнали из него борьбу классов и постепенно они вывели классовую борьбу из идеологической повестки тех же самых французских коммунистов это момент когда хорошо известный в советском союзе Жорж Маршей потерял свою власть на его место пришел его соратник но более троцкистского понятия и привел с собой в коммунистическую партию той же франции своих соратников троцкистов которые во первых разрушили коммунистическую партию франции то есть она номинально существует но за нее голосует буквально несколько процентов но именно этот троцкизм они распылили его по всей по всему политическому истеблишменту франции то есть и уже нет такого деления конкретного реального деления на правых и левых больше нет когда вы прислушаетесь к тому что говорят республиканцы когда вы прислушаете даже к тому что говорит Марин Ле Пена у нее на 90 процентов самый банальнейший троцкистский дискурс то есть она защищает ту же самую чистую энергетику которая для них для нынешних троцкистов перекрашившихся в экологизм это есть отказ от атомной энергетики это просто то есть нормальному человеку это не понять то есть атомная энергетика которая является одной из самых чистых на земле то есть ввиду того что атомные электростанции были созданы тем что в их вокабуляре называется токсичная маскулинность то есть традиционным традиционными профессорами исследователями где как сейчас не необходимо например набирать 50 там 30 процентов мужчин гетеросексуальных 30 процентов нормальных женщин 30 процентов представителей других течений то это нужно то эту ядерную атомную энергию нужно уничтожить по их мнению по идеологическим причинам но простите если говорить о Франции там же огромная доля атомной энергетики вообще в общей системе энергетической то бишь если говорить о Франции то это ну все это самоубийство вот например когда господин Макрон был избран на первый срок он пообещал закрыть атомную электростанцию в Фессенхайме здесь недалеко в Эльзасе он ее закрыл вот тоже стоит труп этой атомной электростанции ее уже очень сложно восстановить и вот буквально пару лет назад до него дошло ну до него то есть для всех советников французского президента это одно из крупнейших государств Евросоюза это ядерная держава до него дошло что он был жертвой этой экологически троцкистской идеологии и что он может делать вот он начал делать заявление о том что эту атомную электростанцию неплохо было бы восстановить а его это уже сделать нельзя потому что французские университеты уничтожили даже те кадры технические которые могли бы это сделать то есть нужно уже воссоздавать эту атом эту структуру атомной электростанции и реально это невозможно я все равно вот не могу понять откуда да мы уже поняли что идея троцкизма трансформировавшись все таки все таки пришли из Америки в Европу но вот это мания самоуничтожение откуда это берется ведь но не было по-моему такого в истории Европы во всяком случае и второй момент ну то что мы видим на поверхности я уже я уже говорил об этом да мы объективно видим что это выгодно Соединенным Штатам нам точно не выгодно иметь Европу где собирают жучков и питаются травой ну такой может быть образ не самый точный но судя по всему все к тому идет и 30 процентов а то может и больше людей которые вообще не понимают какого они пола мы естественно заинтересованы в стабильных соседях и в мощных в хорошем смысле в мощных да с которыми можно налаживать какое-то сотрудничество но когда у тебя сосед ходит и думает как бы то ему поскорее сгинуть мне кажется что нынче западная Европа переживает то что переживало всегда человечество западной цивилизации можно сказать когда она подходила к стадии своего естественного конца можно определенно констатировать и в конце существования греческих полюсов самоубийство то же самое было и в конце существования Римской империи то есть если изучить то что происходит в современном Евросоюзе в конце Римской империи когда ее захватили варвары постепенно то произошло то же самое то же самое происходило и в конце существования Македонского Египта то есть когда лагиды стали управлять Египтом после смерти Александра Македонского с июня 323 года до нашей эры то есть в общем то то же самое поначалу мощнейшее управляемое тестостероном если можно так выразиться цивилизация цивилизация воинов ученых которая налагает определенную форму жестокости по отношению к слабым и вместе с тем устанавливает вертикальную цивилизацию и потом происходит ее разжижение если позволите и так доходим так доходит например в Египте лагидов до Клеопатры который не знает кого бы из римских захватчиков ей выбрать ну да конец цивилизации сейчас просто это происходит гораздо более скорее как перевел Борис Пастернак гетовского фауста когда Мефистофель говорит ведьме все в мире изменил прогресс как быть меняется и без то есть это прогресс ускорение социальный прогресс именно не технически не научный а социальный прогресс это очень было любопытно смотреть на вторую предвыборную кампанию Макрона когда он с трибуны просто завопил я есть прогресс но прогресс социальный то есть что он имел ввиду я вас скорее доведу до этого рая на земле где все равны где все хороши не будет ни воин не будет ни ненависти то есть в общем то это смерть потому что человек если можно так позволить изначально зол и его все то что движет человеческим обществом это правильно устроенное человеческое общество это способность не уничтожить агрессию а ее стабилизировать и направить в нужное русло здесь же эти идеологи если можно так сказать неодроцкизма они посчитали на определенном моменте что человек изначально добр хорош и для этого нужно снизить это если так позволите назвать общественный уровень тестостерона что в общем то и происходит этим занимаются не нужно к этому свысока относиться и наши университеты которые фабрикуют школьных учителей этим занимаются и наши школы которые фабрикуют воспитатели детских садов все это начинается очень рано и на определенной стадии уже не вызывает ни сомнения ни желания выжить но потом нужно задаться все таки себе вопросом происходит ли это естественно то есть просто определенные общества народы нации хотят собственной смерти или же к этому приложена определенная политическая генеральная и вот вопрос а кто это ли не сформировал и кто ее продвигает вот опять же мы уже говорит он кому это выгодно в моменте до экономически мы видим что это выгодно сейчас в америке но это в моменте если смотреть чуть вперед вот кто бенефициар в данном случае мне кажется что во первых это циклично что это общий антропологический порыв против которого ничего не сделать уже а с другой стороны на руинах империи можно сказать что Европа это все таки цивилизационная империя естественно будут существа будут питаться в течение десятилетий другие империи то чем например занимается нынче например Китай то чем занимается это очень любопытная нео османская империя Турции господина Эрдогана и что очень любопытно что и соединенные штаты воспользуются этим только на очень короткий срок потому что та катастрофа образования то есть селекции новых кадров которые я описываю здесь сидя в Швейцарии и давая вам примеры из Франции Германии Скандинавии то есть близлежащих стран эта катастрофа началась сначала в первую очередь в Соединенных Штатов Америки которые уже несколько поколений не воспитывают новых высококлассных технических кадров чем занимаются и Соединенные Штаты Америки и Австралия и Новая Зеландия и Канада и даже Великобритания не забудем это то есть этот англосаксонский мир который можно упрощенно называть Соединенными Штатами Америки ну в общем то стоит просто проследить их военный союз АУС который начинает включать себя и Австралию и в будущем Новую Зеландию возможно создается новая империя но это новая империя стран иммиграции она уже сама не производит кадров технических медицинских и даже литературных если можно даже сказать потому что граждане Соединенных Штатов как говорится нейтив те которые родились там они с величайшим трудом высказываются в письменной форме на литературном английском языке на языке Шекспира и чем они занимаются в течение последних десятилетий они высасывают мозги из других стран даже атомная известная ядерная бомба Соединенных Штатов она уже тогда не была создана коренными американцами то есть тех не коренными американцами индейцами а которых там называют коренными уаспо то есть белые протестанты аглосаксоны нет их привезли из Германии то есть это были или мои сородичи еврея шкеназы или другие кадры третьего рейха которые создали им ядерную бомбу и так продолжается повсеместно то есть я изъездил американский университет я изъездил Соединенные Штаты Америки то есть всю Северную Америку включая Канаду то есть это повсеместное явление когда вы интересуетесь как функционирует технически функционирует все эти фирмы все эти силиконовые долины в Калифорнии вся эта автомобильная промышленность Соединенных Штатов вся эта самолетная промышленность Соединенных Штатов там уже в течение нескольких поколений нет коренных американцев и то что вот сейчас происходит во время украинского кризиса видно ясно то есть происходит некий исход технических кадров из объятого войной региона и то этим пользуются этим пользуются естественно Соединенные Штаты Америки этим давным-давно пользуется такое государство как Канада я франкоязычный исследователь я постоянно еженедельно получаю приглашение от канадского офиса иммиграции они устроили в Канаде рабочую иммиграцию то есть как только вы становитесь специалистом высокого уровня вы если вы желаете жить в Канаде вы просто проходите конкурс как вы проходите конкурс на рабочее место и в конце этого конкурса вы получаете что канадский паспорт после нескольких лет жизни там ничего с этим не поделаешь и долго так ни одна цивилизация не может существовать то есть когда начинают презирать образование на университетском уровне на школьном уровне когда мы больше не хотим быть мощный мощным народом и они воспитывают именно так будущее поколение за это всегда нужно платить а мощный народ это народ традиционных ценностей потому что невозможно вы вырастить стабильные поколения когда у этого поколения нет ни отца ни матери есть родитель номер один родитель номер два и поэтому я не буду говорить здесь на ютюбе о том о всех этих других извращениях которые нормализуются вот и именно поэтому я возвращаюсь к этой инстинктивной ненависти которую вызывает Беларусь как государство которое вызывает Российская Федерация как государство потому что вы ввели в вашу конституцию я не говорю что каждый из вас идеален как гражданин этих государств вы нормализировали вы систематизировали введя в вашей конституции то что уголовно наказуемо здесь у нас и это невыносимо уже здесь именно это является неким некой причиной непримиримой конфронтации но смотрите если даже уже обращаться к истории ведь что происходило потом так или иначе их приходили варвары ну в их понимании что-то грабили что-то рушили что-то брали на вооружение естественно что-то взяли оттуда и начали выстраивать свое как могли получается что сейчас мы где-то вот в моменте когда должны появиться какие-то варвары чем-то воспользуются какими-то достижениями коих конечно же есть в европейской цивилизации и будут выстраивать что-то новое всегда был такой процесс естественно умирает старое тело и на нее и приходят молодые хищники и питаются им и возможно при стечении определенных определенных благоприятных случаев множество благоприятных случаев они строят нечто великое на трупе бывшей империи однако не нужно забывать и того исторического феномена который называют в историографии черные века дарк эйдж то есть умерла империя действительно приходят новые здоровые брутальные народы которые не говорят на том языке которых умершие цивилизации называла варварами потому что бар 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 непонятный язык и они это чрезвычайно долгий процесс то есть я не говорю что это произойдет за день за месяц за год нет конечно но но хотя вот как сейчас мы живем в эпоху быстрого времени но это точно будет быстрее чем например тысячи лет назад этот дарк эйдж необходим для того чтобы была возможность конструировать реконструировать но назовем вещи сразу новую европу для этого нужны все-таки народы с теми же самыми корнями те же самые варварские народы которые например жили в германских лесах и которые то же самое вот была та же самая эмиграция когда германским народам германским племенам давали права римским гражданам потом у этих варварских государств была возможность нечто воссоздать и чем они занимались они взвешивали на геополитических и культурных весах выгодно ли нам это и если и они могли выбрать абсолютно другую форму они могли полностью стереться с лица земли например как это произошло с этрустской цивилизацией сейчас если филологи нападают на какое-то слово неизвестно чьи корни они не могут найти они заявляют но это такая уже шутка в филологических кругах у нее этрустские корни то есть в общем то почему это они себе позволяют да потому что это народ который то есть это язык который полностью утратил свое то есть свои истоки то есть ничего уже нельзя найти и другой превосходный пример это германская империя германская империя которая после чрезвычайно длительного dark edge темных веков после разрушения римской империи возникла прошло гораздо дольше срок чем пол тысячелетия и вот произошло возрождение римской империи на базе германского народа с религией этой римской империи христианством с языком этой римской империи латынью которая стала языком элиты германской империи и с воинственной идеологией римской империи которая была возрождена у германцев которые стали представлять себя военной империи вокруг германского императора как новыми римскими патрициями с которыми они естественно не имели ничего общего по крови но они скопировали просто получается и такое возможно почему потому что они просто поняли что это благодаря благодаря академическому обучению которое тогда происходило через церковь естественно они поняли определенную форму превосходства римской структуры государства римских законов которые они привнесли через германскую империю или через константинополь в нашу в наш мир например мы до сих пор живем по на базе закон законодательного кодекса римской империи вплоть до наших дней и был сделан определенный выбор этой элиты например германской империи но как это могло произойти для этого нужно было некий народ общий по крови генетически для этого нужно нужно было единая образовательная система которая тогда происходила через монастыри через единую католическую систему которая была организована ну в общем-то это папство в общем-то и выбор элиты элиты которая желала новой вертикальной структуры все это должно было объединиться в определенный исторический момент и когда вы я перехожу в общем-то к вашему вопросу вы смотрите на наш современный мир и вы видите то что называется мондиалистской тенденцией мондиализации то есть это единый культурный цивилизационный фон который стал единым варварством который рекламируется повсюду может быть ваша структура в беларуси государственная структура сопротивляется ему некоторые структуры в российской федерации сопротивляются этой всеобщей варваризации если можно сказать но откуда придут эти новые варвары я задаю себе эти вопросы сняли у меня с языка просто мы видим огромный наплыв арабов в европе ну вы знаете францию лучше меня гораздо вы прекрасно знаете что центре парижа парижане найти уже давно сложно абсолютно не считаю что те люди которые массово бегут из своих стран и не могут то есть организовать инфраструктуру индустриальную в своих государствах они будут способны создать что-то на новом континенте эти эти народы чрезвычайно разрознены когда вы работаете с полицией я живу здесь в швейцарии я получаю все эти сведения из франции из первых рук это не публикуется нигде это запрещенная информация из полицейских комиссариатов и от жандармов то что называются этническими волнениями во франции и что я просто беру это государство ну можно взять и швецию например тоже в общем то северное государство практически никогда не было колоний кроме как в современной гане в течение 10 лет вот там происходит то же самое то есть начинается можно констатировать в течение последних десятилетий это межэтнические войны что недавно произошло например на юге франции это две комьюнити два сообщества выход не французского происхождения выход из совершенно разных цивилизационных сфер которые просто начали войну после убийства одного просто открытую войну на улицах французских городов и к чему как французское государство смогло их примирить они просто обратились к религиозно социальным лидерам каждой из этих общин для того чтобы они встретились и нашли некий выход примирения грубо говоря эти вот все ребята которые сейчас густо очень в первую очередь францию бывшие колонии все приехали они между собой воюют и и не до того им чтобы создавать что-то новое да но я не думаю что они несут в себе некий цивилизационный импульс да они послужат разрушением западного мира если вот сейчас просто это очень важный момент когда шведское королевство вступает постепенно в НАТО например это очень актуально с геополитической точки летом вступает очень так своеобразно честно говоря оно это очень важно потому что это балтийское море потому что все это недалеко от северного потока и все эти новости это очень любопытно интересоваться тем что происходит в этом северном королевстве потому что это в определенной мере отражает то что происходит в Европе гораздо более чем Франции потому что в Франции все известно А вот что происходит в Швеции? И то есть, когда вы изучаете эту, в общем-то, мирную, на первый взгляд, государство, вы отдаете себе отчет, что там сейчас происходит подлинная гражданская война, межэтническая война. Об этом очень мало известно, потому что гораздо менее населенная, чем Франция, чуть более 10 миллионов жителей после последней эмиграции 2015 года из стран Ближнего Востока, Швеции. Но Швеция стала первым государством по очень негативной статистике по использованию оружия из стран военных действий на своей территории. Об этом, в общем-то, никто не знает, потому что повсеместно, например, либеральные средства массовой информации, я знаю, в странах русского мира, преподносят Швецию как некие райные земли, где все замерились, где есть гендерные... Знаменитый шведский социализм, там, рекламируется и так далее. Используется массово граната из стран военного действия. Естественно, все виды автомата Калашникова собраны в Югославии, в Афганистане, в Эритрии. И Швеция превратилась в такое государство, которое сейчас уже начинает, в общем-то, поговаривать о том, чтобы как бы его разделить. То есть отдать этим новым, как их называют там по-шведски, нервно, свенскорно, новым шведам, то есть, которым гражданство уже, этого королевства, отдать им часть своего государства, то есть, южную часть, там, где Мальму, и всем другим шведам перебраться на другое место. Да, это очень происходит, все это, но они все-таки всегда есть такая форма, обоюдная форма расизма. То есть, вновь прибывшие, они, естественно, ненавидят коренное население, а коренное население, они не хотят интересоваться, что там происходит среди этих вновь прибывших. И они не видят ту, в общем-то, бестиальную ненависть, которая их разделяет. То есть, когда вы, очень любопытно, со знанием французского языка проехаться по шведским тюрьмам, то есть, поговорить с персоналом, который работает в шведских тюрьмах, и вы видите, что там происходит, в общем-то, в этом микрокосмосе, то, что происходит в гигантских регионах Швеции. То есть, этнические банды, которые ненавидят друг друга, но у которых кодекс молчания по отношению к властям, убивают друг друга достаточно массово. Перенаселение шведских тюрьм пропорционально такое же, как и во Франции. Почему во Франции сейчас, когда вам дают, и в Швеции, когда вам дают до двух лет тюремного заключения, вы остаетесь на свободе, и вы гуляете с этим, с браслетом на ноге. Потому что просто нет уже мест для того, тюрьмы перенаселены, и те же самые экологисты и троцкисты не желают строить новых тюрьм, потому что это будет признаком пессимистического, адекватного взгляда на мир. То есть, предпочитают, чтобы бандиты приговоренные оставались на свободе. Все это любопытно. Когда в сознании французского языка вы приезжаете в Швецию, то вы видите, что французский язык становится языком общения между бандитами. Это очень любопытно. То есть, когда люди, которые живут в Швеции в течение уже одного поколения, которые родились там, имеют шведские паспорта, например, из Марокко, из Туниса, из Сенегала. То есть, в общем-то, страны бывших французских протекторатов, Алжир, это бывшие департаменты Франции и бывших французских колоний, они не желают общаться ни на шведском, ни на английском. Они используют язык бывших французских колонизаторов, хотя многие из них, в общем-то, во Франции никогда не были. Они изучили этот кабилов французский язык от своих родителей. Французский язык становится неким коиной, как говорили в Римской империи о греческом языке, неким языком межбандитского общения. То есть, как говорилось, это бандитские сходки проводятся в Швеции по-французски. Это чрезвычайно любопытно. Шведские полицейские вынуждены изучать этот достаточно странный, экзотический французский язык, который есть смесь кабильского языка и французского языка. То есть, на котором говорят в Марокко на одном, в Алжирской кабиле на другом, в прибрежном Алжире на другом. То есть, это очень странные языки. Но, когда вы изучаете все эти бандитские войны, это отражение тех социальных процессов, которые раздирают, например, Швецию, которые раздирают, например, Францию. Потому что, естественно, это самые пассионарные люди, которые берут в руки оружие и разделяют свою территорию. Но за ними есть десятки и сотни тысяч уже местных граждан, которые живут повседневной жизнью, но продолжают испытывать этническую, религиозную ненависть друг к другу. То есть, те самые, например, конфронтации между суннитами и шиитами, вы их видите, например, на территории Франции, когда выходцы из Йемена, шииты, или выходцы из Ирана, тоже шииты, ведут религиозную войну с выходцами из Марокко или Алжира или из некоторых регионов Сирии. Политики эти туда испытывают некую форму политкорректного расизма. Они все милашки, они все приехали к нам, но кто они конкретно, эти политики знать не желают. Потому что все-таки изучить кабило французский язык, это непросто, когда шведский политик. Ну, смотрите, получается, что вот эти все ребята, которые там, часть шииты, часть сунниты, наверняка там еще есть какие-то течения, ответвления и еще дополнительные религии, они, собственно, доразрушают то, что еще живо. Это и на большее вряд ли они сгодятся. И это и есть то самое Dark Age. Они доразрушают. Мне кажется, что этот Dark Age еще не наступил, потому что, в общем-то, старые цивилизации, они еще живут. Они еще финансируются той самой инфраструктурой, которая была построена. То есть, все-таки, это французское государство, оно и существует. Есть репрессивные структуры, очень суровые. Уверяю вас, есть еще армия, есть жандармерия, есть еще даже эти иностранные миссии, не только иностранный легион, военные в Африке, в таких государствах, как в Малии. Есть французское присутствие в странах, как бывшая Югославия, то, что называется КФОР у них. Вот, кстати, чрезвычайно актуально в нынешнем возрожденном Косовском конфликте. Есть крупнейшие финансы. Я здесь это вижу в Швейцарии. То есть, проходят эти финансовые потоки из Франции, где именно поэтому еще не отменяют деньги. То есть, банковские купюры. Почему, в общем-то, банковские купюры, которые так ненавидят все эти любители нового мира, где все станет виртуальным, почему все-таки эти банковские купюры не отменяются? Потому что я вижу здесь это в Швейцарии, как переносят из Женевского в Сурильские банки в чемоданах все эти вклады. Да, но вся эта саморазрушающаяся структура, она продолжает существовать. Она еще вредит и русскому миру. Она оплачивает вашу пятую колонну. Не забудем этого. Ну, тут, понимаете, бог бы с ним спят из колонны. Они, в общем-то, всегда этим занимались. А вот сейчас-то напрямую, простите, если бы не вооружение, в первую очередь из Европы. В первую очередь все-таки из Европы. А потом уже из Соединенных Штатов. Ну, хотя там сложно соизмерять, кто больше. Но вместе с тем Европа ближе. И инфраструктуру транспортную вся европейская задействована в этих поставках. Начнем тоже не надо забывать это. То я не думаю, что украинский конфликт еще длился бы. Естественно, нет. Естественно, украинский конфликт прекратился бы уже давно, наверное, если бы не было этой поддержки. И это пятая колонна ваша. Я ее просто лично видел. Все те, кто приезжал за конвертиками из Беларуси, из белорусских университетов, из российских университетов. То есть, будучи государственными служащими у вас на конференции в Сарконном. И потом увозили все эти добрые вести Запада. Они возили к вам. Воспитывали ваше подрастающее поколение. Ваши путчи устраивали там. И потом снова возвращались, посылали уже своих студентов к нам. То есть, отсюда тоже происходил такой отбор достаточно суровый. Ваших университетских кадров. Потому что у вас предоставляется гигантская свобода в университетах. То есть, например, во Франции. И как только вы делаете шаг вправо, шаг влево с точки зрения академического преподавания, то вас изгоняет сразу быстро. Вы становитесь изгоем. В своей последней книге «Системный антибелый расизм» я описываю, что произошло со мной, когда я осмелился критиковать французскую самоубийственную систему здесь. Невозможно быть профессором западного университета и испытывать критическое мировоззрение к системе, которая наполняет вашу похлебку, так сказать. Но когда вы являетесь, например, российским профессором российского университета, то вам оставляют абсолютно полную свободу. Вы можете критиковать правительство, можете подписывать петиции против военных действий, которые ведет ваше государство. Вы можете подписывать воззвание против решений государства, в общем-то, в абсолютно чуждой вашей специальности области. Это так. Именно поэтому ведется такое остервенение против меня здесь, на Западе, потому что я, в общем-то, человек бывшей системы, которая воспитывает вашу пятую колонну, которая финансирует ее. Я просто видел на всех этих конференциях, в которых я участвовал здесь, просто выстраивалась очередь за этими конвертиками. Ну и, естественно, были еще и оплаты, как говорится, натурой. То есть, когда предоставлялись бесплатные визы в Соединенные Штаты Америки, в шенгеновские страны, когда оплачивали вашим мужьям, женам, любовницам, детям, пребывание в западных университетах. То есть, это, в общем-то, некая форма дачи взяток. То есть, вы приезжаете сюда из Белоруссии, из России, и вашим детям, например, предоставляется жалование, например, трехлетнее жалование преподавателя какого-нибудь французского университета с бесплатным жильем. То есть, некая форма дачи взятки. Естественно, когда вы интересуетесь, да что говорит вот этот профессор, почему он подписывает имя, а оставшийся в России, например, продолжая иметь свое место государственного служащего, продолжая преподавать, почему он подписывает именно такие петиции? Да просто поинтересуйтесь, где живут его жены, дети, или если это женщины, то мужья, где живут их любовницы. Почему у меня такие иногда сложные отношения с этой пятой колонной академических кадров из России, из Белоруссии? Потому что у меня уже собралась здесь целая коллекция, когда я преподавал, например, в Сарбоне или в университете Ницце, где я получил докторскую диссертацию, когда мне писали. Ну, Анатолий Владимирович, пригласите меня, пожалуйста. Ну, устройте мне приглашение. Это значит, что я должен стать коррупционером, я должен своровать деньги французского государства, пригласить тебя сюда, чтобы ты здесь выжировал на деньги французских налогоплательщиков. И для чего это? Потому что, в общем-то, никакой конкретной научной деятельности они не выдают. Это просто все прекрасно сознают, что это форма дачи взяток. И когда мне писали просто те, которые нынче подписывают петиции против вашего президента, господина Лукашенко, против господина Путина, против их политики, то я помню эти имейлы, которые я сохранил, которые мне писали, например, профессора МГУ имени Ломоносова. Анатолий Владимирович, я лелею мечту, чтобы мои дети были, оказались на ПМЖ во Франции. Помогите мне, пожалуйста. Все это у меня сохранилось. Так, в общем-то, нужно быть адекватным. Если вы ненавидите русский мир, так переезжайте сюда, живите здесь. Так нет же, это не так происходит. Они, как на их сленге, они отправляют сюда якоря. В процессе этого они остаются там, имея профессорские места. Но там они зарабатывают. Это действие, да, вот такой пятой колонны. И, наконец-то, это пятая колонна после начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля сего уходящего года. Они все-таки сбросили маски. И нужно все-таки сказать, что чем именно знаменателен этот уходящий год, это тем, что русофобия, которая скрывалась под цемерной ухмылкой в течение последних десятилетий, она, наконец-то, сбросила маску. Маску сбросила, как мне кажется, уже раньше. Вот мы же с вами обсуждали, что тот градус русофобии, который в Европе в последнее время, он же ведь не в одну секунду появился. То есть это все росло, это воспитывалось, это в том числе и финансировалось. Все это такие, извиня, одной очень длинной-длинной цепи. Раньше это скрывалось, а сейчас об этом можно публиковать воззвание, высказывать откровенную ненависть и призывы к уничтожению вас. Раньше этого не было. Раньше не обсуждалось это, стоит ли возможность давать, предоставить возможность жить дальше и существовать представителям традиционного русского мира. Таких вопросов публично в средствах массовой информации не ставилось. Понимаете, опять же, не очень понимаю, вот я пока, во всяком случае, мы очень много времени с вами посвятили тому, что мускулинность или просто мужское в Европе считается токсичным. Я не говорю об агрессии, но хотя бы просто о той же пассионарности, о хороших проявлениях мужского. И в это же время люди, которые уже вроде бы должны где-то раствориться между «оно», «оне» и «ну точно не он и она», они все еще насылают своих витиев, как писал Александр Сергеевич когда-то давно, в нашу сторону. Естественно, здесь остались пассионарные кадры. Естественно, так оно и есть. И более того, я бы сказал, что я описываю этот феномен в своей книге, которая вышла в Москве, называется системный антибелый расизм, то есть происходит системная агрессия против собственных народов на Западе. И многие опускают глаза в землю и следуют этой системе, то, к чему их призывают. Но другие-то не терпят этого. И что происходит? Например, я не терплю, я посвящаю этим жизненно важным, мне кажется, человеческим проблемам свои книги, свои геополитические анализы, даже свои романы. Но другие, они не могут этого делать. Они могут только воевать. И тогда чем они занимаются? Они занимаются, что логично, агрессией против своего государства. Эта агрессия принимает различную форму, может принимать форму классовую. Вот эти желтые жилеты, не забудем о них. Достаточно миролюбивые, не агрессивные, не нациствующие элементы, естественно. И могут принимать еще и форму некой ненависти, пассионарной ненависти против системы, которая выражает свою политкорректность. Я призываю все-таки вас вспомнить о том, что быть нацистом здесь, во Франции, например, в Германии, преследуется по закону. То есть, если вы устроите какую-то там манифестацию или демонстрацию национал-социалистического характера, то вы даже до того, как вас приговорят, срок, кажется, до 7 лет, просто за мирную манифестацию, вы окажетесь в СИЗО здесь, например, во Франции. Но как действует система? Они происходят некой инфильтрации, то есть засылают туда полицейские элементы и разрабатывают эти структуры, которые имеют все эти наколки солярного типа, свастика и так далее. И их обрабатывают, и проводится такая идея, что вот здесь вы знаете, что вас ждет. Это вы выйдете из тюрьмы с седыми, так сказать, я вам сейчас 17-20 лет, вы выйдете с седым человеком из тюрьмы, в общем-то, мы будем вам срок продлевать, потому что для вас место в тюрьме найдется, если вы выживете. А есть еще такое место на земле, как русский мир. И вот там-то вы можете витистовать сколько угодно. Мы вас и профинансируем, мы вас и обучим, мы вас там встретим, мы вашим семейством даже окажем финансовую поддержку не забудем. Все-таки здесь был известный грипп, я знаю, что на ютюбе его называть нельзя, пришедший, говорят, из Китая, что, например, детям, которые сдали своих родителей в дома для престарелых, которые умирали там, им даже из-за этих локдаунов невозможно было прийти в эти дома для престарелых, чтобы попрощаться с твоими родителями. И действительно от этого гриппа, да, действительно умирают слабые люди, престарелые, у тебя переболел, все в порядке, продолжают заниматься марафоном. А вот, да, старые пожилые люди, в общем-то, умирают от этого. Так устроили вот эти локдауны. Я не вношу никаких суждений на этот счет для того, чтобы сохранить жизнь пожилым людям как можно дольше. И сразу же после отмены, буквально через несколько недель после отмены этого последнего локдауна во Франции, что произошло? Начался призыв к молодым людям умирать в Восточной Европе. Защищайте, езжайте туда. Есть какая-то логика? Нет. Хотя, в общем-то, эти представители считают себя носителями определенного логического мышления. Да, происходит вот такая вот, высасываются, более того, провоцируются реакции традиционных элементов. И самых пассионарных их направляют к вам. У меня первая кандидатская диссертация по истории, по истории еврейской секции ВКПБ с 1918 по 1930 год. Я ее защитил в Высшей школе социальных наук в Париже. И после этого, естественно, занимался всеми этими процессами профессионально и даже преподавал их. То есть я долго работал и в российских архивах, и здесь, и в Швейцарии, и во Франции. То есть я знаю, о чем я говорю. Потом, естественно, заинтересовался Третьим Рейхом, что абсолютно нормально, очень интересный этап европейской истории. И я изучил и немецкий язык для того, чтобы работать в этих архивах, естественно, я знаю французский. И что, например, любопытно, перенесемся сразу в нашу современность, что касается вашего вопроса. Вот, например, каждый 16 марта в Риге проводятся демонстрации участников бывших эсэсэсов, того, что называется Латвийские легионы. В общем-то, там было две дивизии ВАФН-Эсэс из Латвии. Является ли Латвия государством Европейского Союза? То есть, в общем-то, да, она является. Там действуют та же самая денежная монета, те же самые законы, которые, в общем-то, спускаются из Брюсселя через Страсбург. То есть, Европейская комиссия, которую никто никогда не выбирал демократически, решает, отдает политический курс. А потом уже евродепутаты в Страсбурге, вот, здесь неподалеку проводят эти законы, а потом их спускают во все страны Европейского Союза. Не сюда, в Швейцаре, а во Францию, страны соседней с вами Прибалтики. Вот. И там действуют те же самые законы, те же самые уголовные законы. И все-таки ежегодно проводятся в Латвии эти страны, эти манифестации тех, которые высказывают свою ностальгию по эсэрсовскому периоду. Почему? И, в общем-то, как специалист по этому периоду я могу вам сказать, что в той же самой, ну, Бельгии, скажем, по соседству со зданием европейского, в общем-то, там, где заседают европейские комиссары, вот, известные дамы и ее соратники. В той же самой Бельгии, во франкоязычной Бельгии, не там, где говорят по-фламандски, а на севере, ближе к Голландии, а в Брюсселе, есть гигантское количество людей, которые испытывают ностальгию по периоду, как говорится в Волонской Бельгии, пост-рексистскому периоду. То есть, когда католическая партия Бельгии, такое католическое политическое течение, которое называлось рексизм, после оккупации Бельгии перешло практически мгновенно в Лона зависимости от Третьего Рейха, назовем это так. Самым известным персонажем этого движения, католического движения до оккупации Бельгии, рексистского движения, был Леон де Грей. После этого, после того, как Бельгия стала, в общем-то, частью оккупированной территории Третьим Рейхом, он создал, то есть, фламандцы их сразу приняли, так сказать, в Третий Рейх, как германскую часть. Но волонцы, они должны были бороться за право того, чтобы они имели возможность создать дивизию ВАФНСС. Сразу им этого не дали, и они создали легион по борьбе с большевизмом сразу же. И только в 1943 году была создана, это 28-я дивизия ВАФНСС Волония. Тоже под управлением Леона де Грейля. Не сразу, конечно, не сразу, потому что это был политический лидер, но когда вот убили его предшественника, он ее возглавил, кстати, воевал в Советском Союзе. Вот. И как же так происходит, в общем-то, ну вот, я обрисовал вам ситуацию. Есть гигантское количество людей во франкоязычной Бельгии, которые испытывают ностальгию по самому, по этому движению, национал-социалистическому, пострексистскому, католическому. Очень странная, кстати, форма эсэсовцев, исповедовавших католицизм, это очень редко было. Вот. И они живут, в общем-то, недалеко от Европейской комиссии. Но если только им придет в голову сделать то, что ежегодно позволяется делать в Риге, например, устроить какую-нибудь коммумерацию по поводу умершего в Малаге Леона де Грейля, они быстренько все окажутся в тюрьме, в Бельгийской. Так нужно же задаться вопросом, в общем-то, единая империя, если позволите, Европейский Союз. Что-то позволяется в Латвии ежегодно. Уверяю вас, если есть у них, если бы они хотели, они бы запретили это. И в самой Бельгии та же самая зеркальная ситуация, они ее запрещают, и все знают, что это невозможно. Так почему это? А я отвечу вам на этот вопрос. Потому что на государственном уровне создается то же самое, что создается на личном. То есть то же самое, как эти пассионарные элементы направляются в страны украинского конфликта, чтобы они умирали там, уничтожая представителей традиционного русского мира. То же самое создается некая новая берлинская стена, но не в центре Берлина, а из государств, граничащих с русским миром. Некая стена из государств. И там, недалеко от вас, им позволяется все. Вы можете использовать вашу пассионарность как угодно. Главное, чтобы вы помогли нам ценой вашей жизни расправиться с Россией, расправиться с таким государством, как Беларусь. И Прибалтика здесь впереди планеты всей, как выясняется. У нас три атаки, конечно же, территории Украины. Я не говорю Украины, территорию Украины. Но Прибалтика долгие годы демонстрирует свою важность, нужность для старой Европы, скажем так, в борьбе с Россией, с Белоруссией. Как бы то ни было, Новый год, все ближе и ближе. Вот кроме вот этих вот, о чем мы говорили в начале, то, что я понимаю прекрасно и много в интернете выкладывается сейчас прямо с счетов, которые были там год назад и сейчас, которые оплачивают люди, которые оплачивают там владельцы каких-то маленьких кафе, пекарен. Ну, того самого, чем, в общем-то, Европа привлекала, старая Европа, Франция в том числе, привлекала и нас. Мы видим, что сейчас очень многие эти владельцы этих маленьких кафешек просто вынуждены закрываться. Только ли это сегодня волнует европейцев? Только ли дорогое электричество? Ну, и где-то там злой Путин, который через неимоверные пути думает и спит и видит, как это ухудшить жизнь европейцам, хотя, по-моему, они сами все для этого делают. И Лукашенко вместе с ним тоже там в их понимании, хотя, наверное, единственный лидер в Европе, который регулярно говорит, ребята, давайте жить дружно, но это я так уж безвизовый режим сделал для поляков, литовцев, латышей. Пожалуйста, приезжайте. Кстати, уже там очень большое количество людей воспользовалось. Но видите, мы все еще продолжают нас считать врагами. Вот тут один собеседник в нашей программе высказал такую мысль, что, наверное, Европа нам сейчас пытается отомстить за разгром Третьего рейха. Мне кажется, что это просто самоубийственное течение. Потому что народом, можно повторить это, вы у них могли спросить, где находится Украина, где находится Беларусь, где находится Польша, где находится Венгрия. Они даже не могут не назвать, где находятся эти государства. Говорю о Франции, например, о Бельгии. Но истеблишмент западных государств уничтожает собственные государства, уничтожает собственные народы. Эту тенденцию я здесь могу констатировать уже давно. Если задаться другим вопросом, вот в странах, близлежащих русскому миру, есть ли там определенная ностальгия и жажда реванша? Да, это безусловно. Когда вы общаетесь с локальными политиками государств, которые были на стороне Третьего Рейха, они знают, с кем воевали их деды. Эти – да. Несомненно. Я приезжал и в Прибалтику, и в другие страны, и формирование имели место в Третьем Рейхе. Да. Когда я им говорю, например, что я еврей, они на меня смотрят очень зло, потому что они знают, что вот были какие-то комиссары, которые пришли в составе Советской Армии и сделали плохо там их дедам, которые носили форму Третьего Рейха. Ну да. Хотя, в общем-то, они считают, что всеми этими комиссарами были евреи, что, в общем-то, это идиотизм. Вот. Но когда вы общаетесь с людьми во Франции, когда я говорю людьми, это значит и людьми, все-таки облаченных локальной властью. Очень важно. Это и полицейские, это и локально избранные политики, и они приглашают вас на эти семинары, чтобы я выступил там. То есть обобщайтесь еще и с людьми, просто с жителями этих мест. А у них абсолютно нет никакого реваншизма по отношению ни к Беларуси, ни к России. Для них это мир, ну вот, который, с которым бы они желали поддерживать бизнес-отношения. Это так. Но им не дают. Ну да. То есть когда я преподавал в университете Ницца, ко мне на уроки русской литературы приходили и менеджеры гостиниц, и, кстати, я там завел знакомство с полицейскими и с жандармами, просто рядовые полицейские. Почему? Да потому что с мая по октябрь и Ницца, и Канны, и все близлежащие городки переполнялись русскоговорящими туристами. Я и сам это знал. На английской набережной, где я жил, было гораздо больше русскоговорящих, чем франкоговорящих. Ну, что называется, в Ницце летом. С мая по октябрь, с апреля по октябрь. Да. Теперь этого нет. И, ну, обанкротились они все те, кто имели все эти гостиницы, все эти рестораны, нацеленные на русскоязычных туристов. Естественно. И ничего с этим не сделаешь. И даже когда я приезжал, например, в Финляндию, ну да, были длительные противостояния между созданной в 1918 году Финской республикой и Советским Союзом, и Северной войной, и потом участие финнов Маннергейма, в общем-то, даже в блокаде Ленинграда. Но когда я говорил с жителями приграничных городов, финнами, вот, я владею шведским языком, и шведский язык это второй национальный язык Финляндии. Вот. То есть я говорил с ними на, так сказать, на их языке хоть все-таки там финский. Вот. Приезжаешь, например, в такой финский город, как Иматра, вот, и общаешься с людьми в кафе, приграничный с Россией город. Вот. Ну, 30% из них обанкротились. Что же там поделать? Там было гигантское количество гостиниц, этих спа-центров, медицинских центров, куда просто на субботу-воскресенье, на длительный уикенд приезжали люди сначала из Петербурга, потом, когда установили этот скоростной поезд из Москвы в Петербург, приезжали на 3-4 дня просто подлечиться там или просто в спа-центр, просто погулять. Российские туристы. Вот. Теперь они банкроты. К сожалению, да. И эти люди даже не знают фамилию Троцкий, я уверен. Да. Ну, это социальная инженерия. То есть те, кто организует эти процессы, они очень умные люди, очень... Они меня приглашают, вот здесь, в Швейцарии, на все эти организованные митинги, чтобы я их даже просвещал по этому поводу. Я отказываюсь, естественно, вот на все эти вечера в Давосе. Я живу, в общем-то, здесь в получасе от Давоса на электричке. То есть, да, они интересуются всеми этими процессами, а потом есть политики, в общем-то, абсолютно бескультурные политики. Все эти Макроны, которые выходцы из крупнейших международных банков, в общем-то, это банкиры. Когда они выступают перед своими избирателями, они так и кричат, «Жеси паскис или культур францесс». Я не знаю, что такое французская культура, и они говорят правду. Они презирают французскую культуру, культуру своих народов, потому что они ее не знают и знать не хотят. Они даже говорят на какой-то смеси франко-американского языка между своими выходцами из тех же самых школ, которые они набрали у своей правительства. Да, это так. Но те, кто ими манипулирует, это чрезвычайно высококультурные люди, которые интересуются и Максом, и и Сталина подсчитывают. Уверяю вас, они читают всех тех, кого они считают и своими союзниками идеологическими, и своими идеологическими оппонентами. Интересуются очень много. Это очень знающие люди. Ну а потом они воспитывают, естественно, профессоров университетов, которые потом воспитывают политиков. А люди на местах, естественно, локальные политики, локальные полицейские, локальные даже банкиры, они очень далеки от этого и от этого противостояния. Я вас уверяю, когда я спрашиваю просто у профессоров Сорбонны, которые не являются историками, я согласен, назовите мне просто даты Первой мировой войны, они не способны это сделать. Вот здесь, например, в Швейцарии, ну да, она не принимала в этом участие. Назовите мне даты Второй мировой войны, если это не специалисты по истории, они не смогут здесь ответить этого. А кто те самые чрезвычайно серьезные и умные товарищи, которые потом выпускают свет всяких там, не пойми, каких политиков и так далее? Ну да, это люди, у которых нет профессии. То есть это или создатели крупных капиталов, которые создали сами свои капиталы экс-нило, или же наследники этих капиталов, которые, в общем-то, как и все омосапиенсы, они желают чего? Они желают доминации, социальной доминации, они желают как можно большего количества ресурсов. И эти ресурсы, которые они объединили в своих руках, сначала это индивидуумы, потом они объединяются в некие конгломераты по финансовым, геополитическим и уже потом идеологическим интересам, потому что у них есть определенная идеология, этот самый безграничный пост-троцкизм, если его можно упростить таким образом. И эти ресурсы, они у них есть, естественно, жажда, как и у всех омосапиенсов, продолжить свое существование в истории. То есть иметь детей и внуков, и не только их иметь, но и передать им и собранные ресурсы, и эту власть, социальную доминацию. Но это не избранные политики. Они, в отличие от политиков, например, ответственных политиков русского мира, они не несут ответственности. Это знаете, как описываются эти мафиози, которые приезжали в Лас-Вегас, чтобы играть в рулетку, то есть делать ставки, делать ставки, прошу прощения. И как это происходило? Я делаю ставку, я проигрываю, я не плачу. Выигрываю, я прихожу за выигрышем. Вот это некая такая мафиозная возможность сделать ставки. И это делается на планетарном уровне. Потому что, когда они приглашают политиков западного мира на свои форумы, они прибегают, и они очень рады участвовать в этих форумах. Почему-то, потому что, когда вы видите биографию этих политиков западного мира, вы видите, что они воспроизводят ту же самую безответственность. Сегодня вот я министр где-нибудь в Германии, затем я министр в другом государстве Евросоюза, затем мне уже надоело заниматься государствами, и вот я избираюсь в Европарламент, а затем уже из Европарламента я перехожу, потому что их никто не избирает, в европейский комиссариат, как говорится здесь, европейская комиссия. Это так. То есть это полностью безответственная биография политиков, которую они копируют от тех, кто остается за кадром. Я еще раз повторяю, у меня очень пессимистический взгляд на происходящее, потому что вот я видел, как относятся к формированию элит, будучи преподавателем французских университетов. И происходят негативные селекции. И это из-за этой негативной селекции реформы, государственные реформы здесь невозможны. И когда вы, это очень, мне кажется, ошибочно считать университетские кадры, относиться к ним свысока, потому что они формируют школьных учителей, они формируют и профессоров университетов, новых, новое поколение. И они формируют и военных, военные кадры. То есть, когда вы общаетесь с представителями генштабов, нужно тоже знать, что их формируют профессорские кадры. В тех же, например, французских школах, как Сансира, там преподают не только бывшие генералы. Нет. И политики, и редакторы, все они участвуют в неком формировании будущих поколений. И то же самое происходит с финансистами на всех уровнях. Наблюдая за всем этим изнутри системы уже более трех десятков лет, здесь, на Западе, я не вижу возможности какого-то выхода, безболезненного выхода из этой ситуации. Я не вижу возможности выхода из этой ситуации без катастрофы. В общем, прогноз вы дали на 2023 год просто замечательный. Очень оптимистичный. И на все следующие года. И на все следующие года. Поэтому будем жить, будем верить в лучшее. Всегда же хочется верить, что следующий год будет лучше, чем прошлый. Тем более, что 2022 был такой, что, ох, думаешь, куда уж. Чтобы не было как в том анекдоте. И тут думали мы на дне, а тут снизу постучали. Спасибо еще раз вам огромное. Удачи в новом году. Да и вообще всего хорошего. Благодарю вас и всего наилучшего вам и нашим слушателям. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова